пойду на лоджию покажу какая погода у нас всем приветики на моем канале всем себе режиссер меня зовут ольга новый день новые видео беребиджан дождь дождь христал всю ночь и день идет лужи вот никак не могу показать ну видно немножко все равно вот целая дорога в лужах думала все-таки пробежаться куда-нибудь не посмотрела сплошные лужи сплошные опять залезу на ту бареточку ну иначе никак не снимешь как ты снимешь если высоко у меня лоджия окна так что славик не переживай я стараюсь подстраховаться придерживаюсь вот так вот рукой а не дай бог конечно надо аккуратненько стараться потому что мне если я упаду не некому за мной ходить я это отлично понимаю вот отсвечивает и все вот вот такой день ужас ну что сделаешь этаж осень осень значит такой будет дождь это еще ничего бывает вообще весь сентябрь хлещет а тут сентябрь у нас слава богу прошел нормально но это начало октября восстановится потом я думаю бывает такой октябрь солнечный до самого покрова даже покров 14 октября это не всегда или дождь или снег бывает а должен был быть вот как-то я показываю вам скоро запоредеют вот совсем в листе все упадут и будет видно наши напротив коттеджики наших соседей а так мы их летом не видим только слышим если они там вот просто даже разговаривают а как будто вот тут вот рядом стоят очень хорошо слышно благо что там детей особо таких нет чтобы резвых это когда они когда на праздник вот в этот дом придут они там летом бассейн у них видимо такой искусственный искусственный склеенки видимо какой-то но мне не в неведомо но я думаю что искусственный такое переносной вот они там плещутся кричат визжат начать не же как мы на даче отмечали но мы это хорошо у дениса дача в лесу самом конце садового огороднического участка или как его назвать там вообще хоть зарис никого не слышно мы там и петарды денис зажигал никому не мешали а здесь видите вот если они тут начнут часто тоже петарды эти зажигают кого день рождения у кого чего там дальше вот дома а а так начинают такие выстрелы такое страшно как будто вот тут у меня прям вот где цветы растут такое вот ощущение рядышком все-таки дом здоровый стоит и да и вон десятиэтажка все-таки напрягает немножко вот китайцы завезли эти петарды и все хоть треснем не было жих когда-то у нас и нормально жили не вот заволокло все вот идет 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 дождь идет идет прям всю ночь шел много лучше пока глянула сначала хотела выйти потом как глянула ой там вся дорога море море даже не ступить куда-то думаю ну чё ж я буду внешне такая необходимость хорошо что вчера все дела по делу и как хорошо вчера тепла было я в ветровочке пошла и тоненькую кофточку под низ такую трикотажную еще и ветровку снимала в магазине тепло очень было села на остановку на колени прямо солнце пикет прям по коленкам гаражи стоят старые-старые скоро нам развалятся но люди ставят туда машины я не мог не во все но я в которых несколько видео ставят машин там и у катиного володи там машина второй гараж от меня немножко полазила в горшках набрала под ногти помидорчик то стоят по обрезаю то сюда сунула палец сухо сухо или сыра вот еще стоят тоже можно уже их как говорится ликвидировать зачем катя их сберегла я наверно штук десяток сняла помидорчиков сладкие-сладкие ела котлеты и прикусывала этими помидорками маленькими сразу в рот берешь и сладкие кожица тоненькая но вкусные конечно но в этом году не такие рясные или что я густо может посадила один год было прям сильно рясный с одного куста снимала штук 15-20 а здесь нет 2-3 2-3 ну вот показала вам дочь нашим биробиджане ничего дождь и ладно скоро будет снега в прошлом году позапрошлом году такие снега были ой по шею но в прошлом не так в прошлом уже нормальный был снег обычный не знаю как в этом году будет ну я так-то все картошка у меня есть молоко я вчера купила молочное купила творожок все я вчера уху сварила с горбуши горбуши название за вывоз горбуши знаете вот всякие таки то вот форель вот это вот кижуч знаете я вот кижуч забрала вот к наташи увозила и там мариновали ну почему-то мне горбуша больше нравится вот надо было конечно снять когда я резала там видно было на горбушечке немножко жирка где плавничок и немножечко на брюшке ну чуть-чуть но дело даже не в том что жирная она не жирная она какая-то вот у нее мясо нежнее вот оно отварилось но прямо во рту тает а вот крупная рыба тоже красная там кижуч или там кита у у нее пластинчатые так такие пластинками мясо и оно как-то грубее мне кажется если уже наверно сильно жирная такая с которой течет там жир если такая кита но у нас такое нет вечно продают какую-то битую битую зубатка вот это вот зубатка битая перебитая у которой зубы уже выросли она уже икру от металла вырастила вот эти зубы и погибает вот ее прибивает к берегу и и волнами бьет бьет об берег она уже полуживая и вот ее вы отлавливают ну не промышленным способом я думаю а вот частники частники там хозяева там ну кто ну и вот они она какая-то вся битая перебита я такую не люблю у нас когда-то такое привозил свекор мне не нравится они засолят и едят ее как подошва ничего хорошего а вот почему-то второй раз беру как-то вперед особенно вот когда она летом в это летняя вот это вот горбушка и она такая беленькая аж показывала вам я вот уху сварила и хвостик положила и голову такое мягкое мясо сварилась и с удовольствием поела глазки прозрачные у нее горбушки значит она не такая старая там не валяется разморозили да переморозили несколько раз нет видимо вот и двести рублей килограмма вот она у меня на двести шестьдесят пять рублей вытянула хорошая я сейчас я чуть-чуть отморозила и с стейками так и нарезала и в холодильник потому что но сейчас она делаю вот это все на мариную когда есть буду мне еще и то и другое есть холодильнике одной мне не справиться это если захочу я возьму допустим три четыре стычка обжарю сделаю маринад и там допустим за два дня там за три съем поэтому я пока в морозильник она даже не разморозилась я еле ножом так порезала нежная такая режется хорошо хорошая горбушка ну вскоре наверное надо и капусточки я один вилочек купила забыла показать сразу положила сюда участницы на рынке на центральном рынке я вчера была один вилок больше я не решилась тащить далековато остановка от рынка поэтому один сделаю ну хоть один чтоб капуста у меня была знаете когда нет ну вот разбирает тебя вот если нет капусты ну разбирает тебе солянку или варенье сделать ну прям ты знаешь а сидишь и видишь это а когда есть вроде бы и не надо вот я купила капусты я спокойно что она у меня есть а вдруг мне прихотнется мне не надо бежать в магазин а так у меня устроена в голове ну вот три часа четвертый час дня все еще так пасмурно все это еще мокро сильно таких рассказов пересказов у меня в голове не крутится мне ира говорит оля записывай все что в голову придет но я так ира и делаю так и делаю пусть хоть что мне говорят да и сегодня я в ленте выскочила видео таня делает таня женщина она мне в дочке годится у меня сын с ее года вот она что делал она уже и забыл чтоsto не дело застал то у а она вареньки с творогом дядю она делала вареньки с творогом я тоже люблю вареньки с луком она вроде вареньки с творогом с луком делала ну с луком с репчатым Ну, я первый раз увидела, что с белым луком, ну, головками, с репчатым, делают творог, ну, соль посолят и мешают творог. Я знаю, что мы делали с зелёным луком. Вот с зелёным луком я знаю, что мама делала. И я это знаю. Но у меня дети такое не любили, не любили сладкие. А с зелёным луком и делали. А вот с репчатым я, конечно, и не решусь. У меня Наташа вообще есть не будет. Она варёный лук, ни за что есть не будет ни в чём. Это если фарш, то перемолоть на мясорубке. Вот так она ещё, чтобы не было вот самого лука, пёрышков этих. А зелёный лук, вот хоть где-то там, ну, вот если с творогом сварить, она ещё будет есть. Поэтому меня это не зацепило. Но Таня это сказала, что к ней просятся начинающие блогеры, чтобы она сделала рекламу им. Ну, правильно она сказала? Ну, что толку? Ну, скажу я вот, такая-то Маша Иванова. Посмотрите её канал. Особенно если ещё тебе, когда нравится, действительно, ты смотришь изо дня в день там или часто, то ещё можно что-то сказать. А если ты сама не смотришь и тебе не нравится эта Маша Иванова, ну, как делать такое? Как сидеть и людям говорить, вот посмотрите, вот из жалости, значит, вот посмотрите. Да, и особенно из-за этого-то и не будут сильно уж просмотры, и правильно она говорит, правильно. Поэтому и говорит, что вот тысячу наберут кое-как и просятся на рекламу, чтобы я прорекламировала. И некоторые, мол, блогеры утверждают, что они не из-за денег снимают, а вот просто для души там, чтобы вот снимать. Ну, я так говорю. Нет, ну, если бы деньги мне потекли, я бы, конечно, их не отпинывала, это понятно. Но я не кривлю душой то, что я вот только из-за денег снимаю. Вот только, вот прямо аж. Я даже никогда не говорю, чтобы подписывали, ставили лайки. Не хочу, мне тошнит от этого, мне стыдно, неприятно. Да, если побольше записывать видео, там, 3-4 выкидывать каждый день, ну, это, во-первых, нереально, я так думаю. Ну, когда-то можно, но не каждый день. А во-вторых, если человеку неинтересно, ты хоть их 50 закинь. Понимаете? Ведь неинтересно. Ну, вот у меня разговорный такое видео. Если бы, конечно, я разговор разговором, да ещё бы начала про каких-нибудь там, ну, вот старая женщина начала про каких-то женихов говорить, что я выбираю или мечтаю там с кем-то дедом сойтись, или там начиная наряды экстравагантные показывать, с голыми коленками, там, с голым торсом, то, возможно, бы и смотрели. И смотрят это, конечно, ради прикола. Но ради прикола тут многое, что и смотрится. Вот если такое запретное показывают, то да. А если просто вот я-ля-ля-ля-ля-ля, там, пошла в магазин, да, пошла на прогулку, да, с собакой, с кошкой там. Ну, единицы смотрят. Ну, вы знаете, вот Тане хотелось бы ответить. Я не стала ничего писать, ну, на эту тему. Нет, я написала, написала, что можете не верить, но я действительно не ради, не только ради Нинник. Ну да, в Ютуб заходят, естественно, заработать я тоже не отрицаю. Но чтобы вот так прямо вот, я же знаю, ну, каждый должен оценивать свои возможности. Но если ты не несёшь какое-то познавательное или какое-то такое экстравагантное, такое приколистое видео, чтобы заинтересовать молодёжь. Молодёжь любит приколы, вот это всё. Или там рассусоливание какой-то там в женихах, там, ну, такое вот всё. То да, будут ещё смотреть. Ну, я же поняла ещё с самого первого раза. Вот я Тане написала. Я сразу поняла, не будут меня так смотреть. Я просто хотела для архива, на камеру наговорить воспоминания о родственниках. Начинала я даже с бабушки, что мама рассказывала бабушке. Я пыталась это всё. Ну, и заодно показать людям, может, люди заинтересуются. Никому это не надо. Я это поняла потом. Но всё равно стала записывать. Мне интересно, как вот я в камере меняюсь. Вот я уже 4, наверное, года больше снимаю. Я вижу с каждым видео. Я за собой наблюдаю. Мне интересно. Вот если отмотать 3 года, я вот такая была, вот сейчас уже такая. Это архив мой. Я уже попустилась тем, что какие-то деньги я могу заработать. Это нереально. Нереально. Ну, продвигаться надо, говорят, надо с кем-то дружить, что-то там, куда-то писать, что-то. Да, тоже нет места быть. Может быть, и сработает что-то. Но я ещё даже рада тому, что у меня хотя бы 9-10 человек постоянно смотрят. Я их всегда про камеру говорю. Две Евгении, Анечка, Галина Фи, Валентина Дневник. Ну, вот какая с меня реклама? У меня же нет даже тысячи подписчиков. Но я, кто мне смотрит постоянно, я их стараюсь вот поприветствовать на камеру. Славик смотрит, молодой совсем парень. Я посмотрела у меня... Ирочка вот тоже я напоминала. Ну, может, кого-то пропустила всё равно. Наташа, одна с Комсомольска, одна моя, одна сельчанка, вместе работали. Наташам привет. Они говорят, что постоянно смотрят меня. И мне, вы знаете, вот это радует, что я всё равно не в пустоту, или там какие-то люди незнакомые, какие-то там посмотрели, да и ладно, там колкость, может, какую-то скажут. Нет. А я же вижу, что у меня постоянно... И посмотрела я в статистике, и я никогда не думала, что у меня смотрят даже парни, там молодые. И помолодел и мой канал. Сначала мне смотрели только 60+, а сейчас смотрю и 38-45 есть такие. Да. И ещё и процент мужчин. Ну, только интересно, подписчиков меньше смотрят, чем неподписанных. Как они неподписанных смотрят? Только когда, видимо, лента выскочит, потому что, если человек неподписан, ему в сообщение-то не придёт, что я видео записала. А много смотрят неподписанных. Не подписчиков больше смотрят, чем подписчиков. Так что Татьяна, конечно, меня не смотрит, я не думаю, что она смотрит. Ей некогда, она всё стряпает там. Два канала у них. Но хочу сказать, что... Ну, вот я не знаю, за кого я снимаю. Бывает и два видео иногда. Мне нравится этот процесс. Мне нравится. Я одинокая. Мне не надо ни за мужем, ни за детьми, ни за кем ходить, ни за котами, ни за собаками. Я время просто вот так провожу. И люблю же потарахтеть. Люблю порассказывать что-то. Что я увидела, что я узнала, куда сходила. И резонанс есть. И смотрю, стали комментарии писать. Хотя бы 3-4 человека комментарии пишут. Это для меня вообще... Ещё Ирина с Германией. Я вообще не думала, что в Германии могут меня там посмотреть. Но я понимаю, что это глобальная сеть. Но всё равно, кажется, прям там в Германии кто-то будет смотреть. А вот смотрит Ирочка. И пишет всё время так мне. Хорошо в комментариях. А вот почему-то WhatsApp не может меня забить. Я ей номер дала. Она говорит, почему-то ты не забиваешься у меня WhatsApp. Почему? Не знаю. Она мне свой не дала. А так бы по WhatsApp, если ей скучно, допустим, или мне. Ну, конечно, не надоедать целыми днями. Я же понимаю. Ну, может быть, было бы... Больше узнали бы друг от друга. Вот, наверное, я такая странная женщина. Но вот другим людям вообще не интересно чужие жизни, чужие судьбы, чужие люди. Разговоры с чужими людьми. А мне почему-то интересно. Почему? Не знаю. Ну, вот мне интересно. Если я разговариваю с кем-то, я спрошу и про сына, и про дочек, когда родились, и где с мужем повстречались. Мне всё это интересно. Ну, если не хочешь человек, я всегда говорю, не хочешь, не рассказывай. Вот. Ну, мне интересно всё равно, как становился человек, какое детство было. Такая любопытная, видимо, я. Неправильно, наверное, это. Этикет какой-то, наверное, должен быть. Я уже, как говорится, в годах, наверное, не сильно придерживаюсь этому. Пусть меня простят, что я в годах. Так что, конечно, я понимаю, Ютуб для денег, но я так вот вошла в раж своими видео, вот и ля-ля, тополя, что... И сознанием того, что никогда я не буду получать эти какие-то копейки, а тем более сейчас монетизации-то нет. Сейчас вообще разговор, что об этом. А я всё равно записываю каждый день свои мысли, свои чаяния, своё там, что посмотрела, как к кому, чему отношусь. Ну, вот как-то так. И никогда не прошу, не надо ни подписываться. Интересно, хотите, чтобы пришло сообщение о моём новом видео? Ну, конечно, подписываются люди и видят, когда приходит сообщение, единичечка там, что пришло видео. А кто не хочет, тот, ну, конечно, ну как это? Вот подписывайтесь на меня, вот смотрите мне. А они скажут, а что они тебе смотреть? Бабуля, сидишь на своей кухне, старуха, что попало, говоришь, как мне написали. Ну, я согласна, правильно, но старуха на своей кухне, ну и что? Ну и что такого? Это ж я старуха, это ж не кто-нибудь. Ну, не знаю, я пока здесь стою, на кухню не пошла, видео вот так на природу. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Я думаю, что ещё восстановится, ещё будет. Всё рассказала и про уху рассказала, и про погоду рассказала, и про блогера, который говорит, что ради денег мы здесь все. Да, 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 конечно, заработать. Я же и говорила в некоторых видео, я бы не отказалась, естественно, но чтобы вот прямо душу рвать из-за того, что я не зарабатываю, никого уговаривать не собираюсь, ни с кем заигрывать не хочу. У кого большие подписчики, стараюсь там не общаться, потому что одна женщина сказала, ты ради меня хочешь, ну, как, подписчиков добыть. Я не стала её смотреть, удалила, аж так неудобно стало. Там же люди переписываются, что-то хочешь им там сказать. Ну, это первый год был я ещё, была такая, что не знала, что так нельзя делать. Не любят подписчики, ой, блогер с большими подписчиками, чтобы что-ли там обсуждали что-то. Я не знаю, так и не поняла. Ну, я стараюсь всё-таки, вот, у кого большие, много тысяч подписчиков, там, 500, 200, полмиллиона, тысячи. Лучше не встревать туда. Кому нравится моё вот это ля-ля-ля-ля-ля, иногда можно послушать. Ведь я таких сейчас видео не встречаю, я в 108 послушала, кто-нибудь бы вот так рассказал о себе, о своих чаяниях, своей жизни пенсионерской, о своих детях, что именно хотят, могут сказать. Подноготную не надо, не люблю я, когда подноготную, я сама подноготную стараюсь. То есть, ну, неприятно, неприятно, чтобы ты в своём родном человеке там выворачивала всё, чего он сам не хочет. И что это неприятно вспоминать, или переживаешь, или что-то такое, лишний раз нагрузка на сердце. А в общих чертах, конечно, если родные не против, можно ей что-то рассказать, что-то вспомнить о бабушках, о дедушках. Фрагменты, не подряд там всё, подряд там, а какие-то случаи. Ну, надо интересно рассказывать. Знаете, вот я одну смотрела женщину, забыла, как её. Она сильно рассказывает незахватывающее. Она пересказывает чужие вот судьбы, когда ей пишут, и она как-то не это. Ну, знаете, если... Надо же уметь рассказать. Я вот тоже перепрыгиваю, тоже не особо. Вот. И когда чужое рассказываешь, знаете, это не проживаешь. Это... Это не захватывает. А тот человек, который прожил момент, он будет рассказывать. Он будет по-другому рассказывать. У него будет выражение лица другое, глаза. Всё по-другому будет. Вот такое интересно. Я слушаю, но таких нет. Пока нет. Я вот эту женщину слушала немножечко, потом расхотела. Не нравится. Она как-то без души рассказывает, можно так сказать. То есть не обижается, но я не называю её канал, поэтому, знаете, всё можно предположить на любого человека. Вот. Я не стала слушать. Ну, прям вот невозможно слушать, понимаете. Вот так и меня кто-нибудь начнёт сказать. А чё там старуха толмачишь одной душой? Поэтому я тоже не обижаюсь, если отключат меня. Ну, всё, наверное, хватит. Я не знаю, я чё-то перед камерой не села. Как тут встала, так у меня и потекла диарея речная. Речевая диарея речная. Да, мы неграмотные, мы у нас нет таких, как у артистов, допустим, или у писателей. Ну, вы знаете, вот слушаешь по телевизору в другой раз и писателей, и артистов, и э-э-э, и тоже не особо у них речь льётся. Я ещё так удивляюсь, думаю, всё-таки на большом телевидении, и тоже как-то и слова-паразиты выскакивают, и экают, и теряют мысль. Да, ну, а есть-то хорошо говорят. Вот кто хорошо плавно говорит, я заслушиваюсь. Ну, мне Бог не дал такого, будет так, как есть. Меня пожалеть надо, я старенькая. Всем пока-пока. Выхожу, 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 выхожу. Всё, сетку я уже убрала. Слава Богу. Розочка цвела, срезала. Потом подрежу пониже, и всё на зимовку. Вышло. Отопление у нас ещё не включили. Ну, у меня от плиты, когда готовлю, то нормально. Для меня тепло. Но я тепло одета. Всё. Да, обмазала я и раствором мыльным, и стволик, и листики. А всё равно, через которое время, вот они опять, вот они опять появляются. Пойду руки отмою, в земле полазила тут. А то ещё что-нибудь возьму в рот. Не мывшие руки. Там, сказать, счастье не цветёт, только всё что-то... Такое жирное вроде. Гуще всё, гуще. Цветов нет. Не знаю, чем надо. Фиалочки тоже не цветут пока. И надо всё уничтожать. Всё уничтожать. Третья. 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 Продолжение следует...